Антисанитария, зловония и продукты сомнительного качества. Так выглядит рынок вокруг дома на Заболотного 54. Некоторые мафы стоят на специально залитом фундаменте и очень напоминают капитальные строения. Некоторые торговые точки представляют из себя просто пустые ящики, с которых и продается самая разная продукция. От фруктов и ягод до безакцизных сигарет. Местные жители возмущены. По адресу Заболотного 54 хватит мафов. Их просто хватит. На сегодняшний момент более 20 мафов. Грубо говоря, из того, что было раньше, это было 3-4 мафа, когда это было комфортно, можно было спуститься, приобрести продукты питания или еще что-то, то сегодня мы получили под окнами жилых домов мини-рынок. Мини-рынок создает целый ряд проблем для местных жителей. Первое – это вывоз мусора. Люди регулярно наблюдают под окнами горы твердых бытовых отходов. Второе – антисанитария из Лавонии. Торговые точки, которые реализуют рыбу и мясо, обмывают свою продукцию в холодной воде, а потом ее сливают под окна первых этажей жилых домов, создавая соответствующий запах. Территория рынка совсем не убирается. Сзади рынка стоят вот такие вот мафы, которые постоянно заполняются мусором, коробками, вовремя не вывозятся. На рынке нарушены правила торговли. Торгуется рыба, мясо, я уже не говорю за фрукты. Рыба и мясо – это такой товар, который должен храниться в холодильнике, а не вот это, что гоняет мух и все течет. В последнее время очень много складывают мусора возле тех контейнеров, которые принадлежат непосредственно жильцам нашего дома, и мы бы хотели это изменить. Также нечистоты сливаются под окна жильцов нашего дома, что тоже нас не устраивает. В этом микроавтобусе со спущенными колесами разделывают мясо. Очевидно, в каких санитарных условиях. Еще одна проблема рынка – отсутствие биотуалетов. Как говорят местные, продавцы часто ходят по нужде прямо во двор. Сами же работники торговли на эту тему говорить отказываются. Люди неоднократно обращались и в управление торговли и на горячую линию мэра, однако чиновники не замечают проблемы, ограничиваясь отписками. Что делать, местные жители не знают. Ведь проблема мафизации Суворовского района в последние годы стала особо актуальной. Вот так, например, выглядит пешеходный переход на соседней улице Высоцкого. Чтобы перейти дорогу, нужно обойти сразу два торговых объекта на каждой из сторон. Комментарии излишни. Жители Суворовского района обещают, что если их не услышат и в этот раз, то они запустят процесс сбора подписей за снятие с должности начальника управления торговли Одесского городского совета и начальника Суворовской районной администрации. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал Репортер.